Сегодня, 15 апреля, Церковь вспоминает преподобного Тита Чудотворца, святых мучеников Амфиана и Едесия, святого мученика Поликарпа Александрийского. Началась шестая неделя Великого Поста. По-прежнему в храмах и домах верующих звучат слова молитвы преподобного Ефрема Сирина. «Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначаля и празднословия, не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любве, даруй ми, рабу твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрите мое прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». Летом 1836 года Александр Сергеевич Пушкин написал стихотворное переложение этой молитвы. Оно вошло в незаконченный каменно-островский цикл. Некоторые исследователи творчества Пушкина считают, что этот цикл лирики стал своеобразным преломлением в поэтическом сознании событий Страстной недели. Для поэта она в тот год стала особенной. В самый день Пасхи, которую тогда отмечали 29 марта, после тяжелой болезни умерла мать Пушкина. Он сам отвез ее тело из Петербурга в Михайловское и похоронил в Успенском монастыре. Тогда же он распорядился и о своем месте упокоения. Поэт, будто предчувствуя близкую кончину, завещал похоронить себя рядом с матерью. А летом на даче на Каменном острове он написал несколько стихотворений, объединенных настроением духовного самоуглубления. По совпадению, которое кажется знаменательным, Александр Сергеевич Пушкин скончался на другой день после памяти святого Ефрема Сирина. В 20 и 21 столетиях, после перехода на новый календарный стиль, оба эти события вспоминаются нами одновременно – 10 февраля. Покаянные слова великой молитвы звучат для всех, призывая к духовному трезвению и здравомыслию, к тому, чтобы склонить горделивую голову и хотя бы ненадолго задуматься, взглянув на себя со стороны. Отцы пустынники и жены непорочны. Чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтобы укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные великого поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия, змеи сокрыты сей, и празднословия не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения. Да брат мой от меня не примет осуждения. И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Преподобный Тит Чудотворец жил в IX веке. Он с юных лет был иноком студийского монастыря близ Константинополя. Своей чистотой жизни, кротким нравом, молитвенным и постническим подвигом Тит заслужил общую любовь братьям. По их просьбе его возвели в настоятеля монастыря. В то время особую опасность для христианства стала представлять ересь иконоборцев. Те считали, что святые иконы ничем не лучше языческих идолов и кумиров. Преследованию подвергались и те, кто создавал образа, фрески и мозаики, и те, кто хранил их, и те, кто продолжал молиться перед святыми ликами. Тит мужественно отстаивал православное почитание икон. По преданию, за добродетельную жизнь он удостоился от Господа дара чудотворения. Иконоборчество – одна из горьких страниц истории православной церкви. Но в этих преследованиях миру было явлено немало примеров стойкости восповедания веры, самотречения и жертвенной любви к Богу. Сегодня церковь вспоминает преподобного Тита и просит его «Моли Бога о нас». Святые мученики Амфиан и Едесий были родными братьями. Они жили в IV веке в городе Патаре в Малой Азии. Родители их были язычниками. Когда Амфиан и Едесий подросли, их отправили учиться в другой город. Там братья уверовали во Христа и стали пламенными его последователями. Они не вернулись домой, а отправились в Кесарию Александрийскую. Их наставником стал священник Памфил. В то время по указанию императора Максимиана все жители города должны были совершить языческое жертвоприношение. Отказавшихся жестоко преследовали. Многие христиане вынуждены были скрыться. Некоторое время прятались и Амфиан с Едесием. Но однажды Амфиан смело вошел в языческий храм, когда жертву должен был принести сам правитель города. Юноша стал убеждать его, оставить заблуждение и уверовать во Христа. За такую дерзость мученика пытали и казнили. Едесия отправили на медные рудники. Он не оставил проповедь Евангелия и погиб через несколько лет в Александрии. В Римской империи мучеников называли по-гречески «мартирос», то есть «свидетель». Мученичество, то есть готовность отдать жизнь за веру, было наиболее ярким и мощным свидетельством о Христе. Для Бога все живы, и святые дни минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Сегодня мы обращаемся к мученикам Амфиану и Едесию как к самолитвенникам и просим молите Бога о нас. Святой мученик Поликарп жил на рубеже Третьего-Четвертого веков в Александрии. Этот город в те времена по праву мог называться одной из столиц тогдашней Айкумены, освоенной человечеством части мира. В 302 году императоры-соправители Диоклетиан и Максимиан возобновили гонения на христиан. Не обошел императорский указ, и Александрию. Максимиан лично прибыл туда, чтобы убедиться, что его повеление исполняется. Епископ Александрийский Петр вынужден был покинуть город и отправиться с проповедью по империи. В Александрии были приговорены к смерти святая великомученица Екатерина, святая Афанасия с тремя дочерями, святой Кир и его ученик Иоанн и многие другие. Не удалось в конечном итоге укрыться и епископу Петру. Его арестовали и, несмотря на массовые волнения верующих, вскоре казнили. Поликарп был одним из тех, кто возвысил свой голос в защиту истязаемых христиан и сам исповедал себя одним из них. Святой Поликарп пошел на добровольные мучения. Через два года новый император Константин Великий своим эдиктом легализовал христианство по всей Римской империи. В житиях мучеников и святых мы находим поддержку и утешение. Ведь они были такими же людьми, но своей жизнью, любовью к ближним, твердостью в вере смогли приблизиться к Богу. Мы верим, что любовь святых не иссякла и по их земной смерти. Вспоминая мученика Поликарпа, мы просим святого. Моли Бога о нас. Субтитры подогнал «Симон»